Здравствуйте, в эфире программа 13 этаж, с вами Артемий Заварзин. Сегодня мой собеседник, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, Виталий Фартыгин. Виталий Сергеевич, рад приветствовать вас. Здравствуйте, Артемий. Итак, сентябрь у нас, как повелось во всех смыслах, интересный месяц. Я не только о грядущих выборах, хотя эту тему мы тоже обязательно затронем. Некий повод поговорить об итогах работы нашего парламента и планах на новый сезон сегодня есть. Что главное было и остается в работе парламентариев, если мы говорим о бюджетной сфере, с которой все остальные сферы жизни взаимосвязаны? Вы правильно сказали. Действительно, парламент в основном определяет направление финансирования тех или иных направлений, которые служат для целей улучшения жизни жителей Архангельской области. И, конечно, главным было в этом году, учитывая все-таки напряженную ситуацию с бюджетом, главное было выполнение социальных обязательств. Это заработная плата, это социальные выплаты, это строительство детских садов, строительство школ. Тех социальных объектов, которые мы действительно контролируем. И я хочу вам сказать, что мы действительно справились с этой задачей и сохранили возможности того, чтобы жители нашей области не оказались в сложном положении. Есть некоторые задержки. Они бывают, потому что финансовая ситуация меняется, и поэтому бывают такие задержки. Но мы, я думаю, что все мы относимся с пониманием, потому что все равно в течение года это все будет выплачено и обязательно будет реализовано. Надо отдать должное, что хорошо поработали и правительство Архангельской области, и депутаты совместно с федеральным центром. За хорошую активную работу под правильное управление финансами Министерство финансов нас поошрило, и мы получили дополнительные деньги. Мы активно поработали по дорожному фонду, мы показали свои возможности справляться с теми задачами, которые перед нами ставит федеральное правительство и население Архангельской области, и мы получили серьезную сумму финансирования дорожного строительства. И вы, наверное, это заметили, и жители области заметили, сколько было построено дорог, именно хорошо построено, по современным технологиям. Мы теперь уже не говорим, что мы закатываем асфальт, чтобы там к чему-то, к какому-то, к событиям, допустим, к выборам, там все. Я думаю, все жители обратили внимание, насколько качественно выполняется работа по всем направлениям, и межгородским, и межселенческим, и в самом внутри города. Сейчас задача, которая дальше стоит, мы ее тоже видим. И поэтому идет формирование, уже подготовка к формированию нового бюджета. Активно работают все комитеты. Правительство области в соответствии с законом о внесении бюджета 15 октября должно нам его внести в законодательное собрание. Будем работать. Вот как раз о задачах на будущее. Какие приоритеты в главном финансовом документе Архангельской области уже нового года будут расставлены? Ну, все равно, я уже сказал, что социальные все обязательства, они всегда были в приоритете и будут в приоритете. Потому что очень важно нам сохранить те установки, серьезные установки, которые определены указами президента по повышению заработной платы учителям, врачам, работникам культуры, социальной сферы. Это первая очередь. Это будет всегда. Важно очень сейчас капитальный ремонт наших образовательных учреждений, это строительство некоторых образовательных учреждений, хотя бюджет, еще раз говорю, достаточно сложный, чтобы мы могли сказать, что у нас инвестиционная программа будет широкая. Это строительство объектов здравоохранения, которые намечены, которые будут строиться. И это, конечно же, дорожное строительство, потому что как в районных центрах, как в селах, так же, как и в городах наших, мы продолжим дорожное строительство. Потому что опыт нашей работы с дорожным фондом, который мы формируем, и с теми подрядчиками, которые теперь уже определились, мы и с техникой, которая есть, мы можем зайти теперь уже во дворы. И я думаю, что это тоже будет сделано в 2017 году. Ну, надо сказать, что так как мы живем в Архангельске, и мы Архангелогородцы, мы постоянно любим все проецировать на наш областной центр, но ведь речь идет всегда и о самых маленьких городах, и селах, где также программы модернизации, они продолжаются и работают. Конечно, но я хочу сказать вам, что для нас крайне важно, вот сейчас уже высвечиваются эти проблемы, это внутри дворовые, вот все проезды в городах, это и Архангельск, и Родвинск, Котлас, Коряжма, это во всех городах, но Родвинск, это полевая точка. И поэтому сейчас основное внимание к этим. Хотя по Архангельску, конечно, нам и Новгородске надо приводить в порядок, и радиальные улицы надо приводить в порядок, но это программа, которую город представляет, и я думаю, что мы совместно с городом, если вы задаете просто, мы, наверное, еще обсудим вопросы, связанные с городом. Но и очень важно, чтобы в селах наших люди тоже ждали, потому что ведь не секрет, что сейчас увеличение количества автомашин личных просто снежный ком. И, конечно, люди покупая новые машины, они хотели бы ездить по хорошим дорогам, и они не только по Архангельску, да, вот сейчас выстроятся хорошие дороги в сторону Бринаволоков-Плесецк, от Березника в сторону Ядрихи, да, там, и Панежская дорога все-таки, как бы мы ее ни критиковали, тут многие там все-таки относятся, но она, по ней, уже автобусное движение открыто, и по ней можно ездить, и не надо уж слишком относиться так критично к тому, что большим трудом давалось, и сейчас это сделано. Поэтому вот такая работа будет проводиться везде. Но если вернуться в наш город, вот как раз мы в ожидании принятия такого документа, как программа развития Архангельска, как административного центра, Архангельс-2020 она называется, документ обсуждается, он верстается, вот ваше отношение к этой программе, и в целом за счет чего может измениться кардинальная жизнь в областном центре, по каким позициям? Ну вот вы правильно отметили, что действительно есть программа 2020, это новая команда во главе с Игорем Викторовичем Годзишем, поставила себе целью, все-таки такое плановое, вот цели ставить в плане, не просто на один год, а ставить их на пять лет. И здесь очень важно то, что это в очень хороших коммуникациях с областным правительством. Поэтому мы совсем недавно обсуждали эту программу совместно, депутаты областного собрания, депутаты городской думы, члены правительства Архангельской области и руководители, и заместители руководителя городского правительства. Поэтому вот такое совместное видение и совместное определение приоритетов очевидно дает положительный эффект. Поэтому мы, конечно, говорим уже о возобновлении работы по программе столичного города и в областном бюджете. Мы будем предусматривать финансовые ресурсы. Я думаю, что где-то цифра звучит около 700 миллионов рублей. Я думаю, что правительство внесет в области, депутаты областного собрания обязательно поддержат это, потому что это наш столичный город. Мы все его любим и нам хочется приукрашивать его, потому что сейчас уже скверы начали как-то приводить в порядок. Дороги появились, въезды появились. Ну и все это в такой некой консепции. Автобусы, да. Некоторые концепции. И поэтому, конечно, эта программа, она объединит эти усилия. И она, я еще раз вернусь, она в плане. И тогда, если мы будем поэтапно выполнять 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, мы точно наш город существенно изменим. Потому что не будем рывками, не будем искать какие-то сиюминутные решения, а будем в плановом порядке согласием общественных советов, которые созданы в каждом округе города Архангельска, это решать. А общественные советы очень серьезная сила. Они всегда видят приоритеты. Они знают, что нужнее всего в том или ином округе города Архангельска. Поэтому вот это вот совместные усилия общественных советов города, правительства города и правительства области, депутатов города и области даст положительные результаты. Я в этом просто уверен. Надо сказать, что общественность сейчас активно следит за политической жизнью в регионе, в стране в преддверии выборов. 18 сентября уже через несколько дней нам предстоит прийти на избирательные участки. Вы также наверняка активно следите за тем, что происходит на политической ниве нашего региона и чего лично вы ждете от исхода этого голосования от этой кампании. Вы, конечно, понимаете, что это одни из самых важных выборов в Российской Федерации. Это как выборы президента, так и выборы в Государственную Думу. Мы все, в общем-то, выбираем направление, по которому будет развиваться страна в следующие пять лет. Это очень важно для всех нас. И, конечно, очень важно, чтобы в этих выборах приняло максимальное участие количество жителей нашей области. Потому что каждый из нас имеет свои убеждения, каждый из нас какие-то направления, за кого-то может проголосовать. Тем более, что есть возможность проголосовать выбор из 14 партий, политических партий. У нас еще 29 партий выдвинули своих кандидатов в одномандатных округах. Хорошая, большая конкуренция в одномандатных округах. Есть разные люди, есть специалисты, профессионалы своего дела, которые, возможно, востребованы более в Государственной Думе, которые прожили серьезную жизнь уже сейчас в современной России, которые знают ее болячки и которые знают, как решать эти задачи. Есть люди, которые занимаются социальной сферой, которые считают, что они могут это решать дальше. Это, в общем, разные люди, разные кандидаты. И эти кандидаты, думаю, будут интересны жителям Архангельской области. И каждый из нас придет к 18 числа в избирательную урну, возьмет свой бюллетень и с большим удовольствием отметит того или ту партию, за которую он хотел бы проголосовать. И с которой он видит свое будущее. Что это будущее будет для него хорошим. Надо сказать, что областные парламентарии всегда в тесной связи работают с парламентариями федеральными, с Государственной Думой. Вот чего бы вам хотелось от нового созыва Государственной Думы и от представителей нашей Архангельской области, чтобы было реализовано уже в ближайшее время? Может быть, некое напутствие? Почему нет? Да, но вы знаете, мы, конечно, в тесном сотрудничестве и нам всегда важно понимание федерального центра и Государственной Думы тех особенностей, которые находятся на севере. Потому что мы, конечно, в условиях разных живем. Если в Краснодарском крае, допустим, они о дровах на зиму особенно могут не заботиться, то у нас здесь в каждом доме нужно позаботиться и о дровах, и о тепле. И это большие расходы. Это большие расходы. Поэтому, конечно же, мы ждем того, что и закон об арктической зоне, и вот внимание больше к арктической зоне будет оказано. И, конечно, мы будем этому способствовать. Поэтому тех депутатов, я не зря сказал, те кандидаты, которые сейчас есть, и особенно люди, которые прожили эту жизнь и понимают, как решать, люди, которые работали в малом, среднем бизнесе, которые понимают и в лесном комплексе, которые понимают и в строительном комплексе, да, или понимают в той социальной сфере, которую они там делают, да, они могут активно, поучаствуя в работе комитета в Государственной Думе, работая во фракциях в Государственной Думе, потому что очень важно еще иметь своих представителей во фракциях, Потому что там принимается решение по поводу того, какому приоритету отдать предпочтение в том или ином решении вопроса. И поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы наши депутаты, которые будут избраны в Государственную Думу, занимали и старались занимать ключевые позиции и в комитетах, и в фракциях особенно. Поэтому мы очень надеемся на то, что тех кандидатов, которые предлагают сегодня партии, которые предлагают сегодня жители нашей области, мы надеемся, что будут избраны очень эффективные наши представители. Виталий Сергеевич, спасибо большое за беседу, что нашли время прийти в нашу студию. И до скорых встреч. Спасибо. Это была программа «13 этаж». До встречи в эфире.